Сегодня в бакинском поселке Шувеляны прошла акция, приуроченная ко дню вооруженных сил. Организовало ее землячество казаков Азербайджана. Несмотря на карантин, заместитель атамана Фарух Шарифов, командир штабной сотни Руслан Слепцов и представитель казачества Низаминского района Баку Фуат Гейботов пришли к могилам погибших в боях за независимость Азербайджана воинов, чтобы почтить их память. Здесь, на Шувелянском кладбище, захоронены национальные герои Азербайджана Фуат Фархадоглу, Надир Амиров и Лев Старчук. Все трое – уроженцы этого бакинского поселка. Сегодня школа в поселке носит имя Фуата Фархадоглу, а одна из его главных улиц названа в честь Льва Старчука. По словам заместителя атамана землячества казаков Азербайджана Фаруха Шарифова, герои Карабахской войны являются примером любви к родине, отстаивания ее чести, достоинства, свободы. Безусловно, вооруженные силы являются главным и основным гарантом независимости любой страны и безопасности ее граждан. Но основой сильной и мощной армии являются ее солдаты, сильные духом воины, готовые ценой своей жизни защищать свою землю и народ. «Мы гордимся теми, кто погиб за независимость Азербайджана, и всегда будем помнить их и рассказывать о них своим детям и внукам», цитирует Москва Баку Фаруха Шарифова. «Отметим, что Фуат Фархадоглу погиб 25 января 1990 года во время обстрела советскими войсками, следовавшими в Баку. На тот момент Фуат только вернулся со службы в вооруженных силах СССР и был возмущен тем, что армия, в которой он недавно служил, пошла против его народа. Его земляк Лев Старчук погиб 3 декабря 1993 года в бою с армянскими вооруженными бандформированиями. На могиле воина табличка, на которой отмечено, что Лев выполнял служебный долг в Нагорном Карабахе. Танкист Нади Рамиров погиб 27 января 1994 года на Карабахском фронте. Все ребята были отважными и смелыми людьми, которые любили свою родину и были готовы бороться за азербайджанскую землю до самого конца.